приветствую вас дамы и господа в этом видео поговорим с вами про 60тп ливандовского тяжелый танк 10 уровня польский взял недавно на 60тп ливандовского 3 отметки можно про него теперь видео сделать по статистике если посмотреть то планка на 3 отметки почти 4500 среди прокачиваемых танков это двенадцатое место среди всех десяток это 24 прям какой-то сверх имбой этот танчик назвать нельзя но выше среднего он уже держится очень давно я думаю что этот танк вряд ли когда-то будут нерфить или апать он находится там где надо хороший достойный такой танчик для того чтобы его выкачать и не переживать о том что с ним что-то произойдет раньше 60тп ливандовского я немножко недолюбливал не так уж легко на нем все-таки играть но последнее время поиграл на нем побольше он даже мне как-то понравился но ошибок он не прощает давайте посмотрим на броню нлд 110 миллиметров имеет неплохой наклон в итоге там получается приведенка в районе 200 миллиметров в лд 160 миллиметров с приведенкой получается 330 примерно если враги будут стрелять сверху вниз то в лд будет пробиваться специальными снарядами но вот обычными снарядами очень тяжело пробить в лд даже сверху вниз но на в лд есть люк мехвода в котором 220 миллиметров но наклона почти никакого нет приведенка примерно такая получается 236 у лючка мехвода есть три такие наклона три плоскости и даже когда рамбуешь есть ближняя деталь которая легко пробивается если мы смотрим наш сет тп ливандовского спереди то нужно в этот лючок мехвода стрелять посередине если сбоку то в боковую часть та которая ближе к нам также на vld по краям есть еще дополнительная плоскость щеки такие у них приведенки намного больше чем у vld но они всего лишь толщиной 70 миллиметров если вы будете рамбовать то на vld ближняя щека пробиваются под башней несложно башня очень крепкая практически всегда броня везде там больше 330 местами 500 бывает и 700 но есть под башней место 260 прям под маской почти нет там приведенки там 260 миллиметров также в маске вокруг орудия есть такой круглый ободок толщиной 260 миллиметров в котором нет приведенки он маленький но иногда может быть туда залетит также лючок у нас 220 миллиметров без приведенки никакой с правой стороны на башне он пробивается легко если мы будем рамбовать то по бортам огромный погон башни очень легко пробивается в общем и целом броня вроде как рикошетная очень хорошие наклоны но как этот танчик не поворачивай всегда есть место куда можно пробить в корме примерно там 100 миллиметров не каждый фугас будет пробивать но все же некоторые будут крыша двигателя и башни 50 миллиметров по правилу трех калибров такое будут пробивать в основном только пт-шки с самыми большими пушками в игре с циферками брони мы ознакомились это все понятно но вот по ощущениям что на нем можно делать чего не стоит желательно прятать корпус поскольку лючок на vld мехвода пробивается не сложно также нлд оно хоть и небольшое но выцелить не так уж сложно рамбовать на этом танке тоже не стоит только в крайних ситуациях когда уже выбора нет поскольку под башню сбоку пробивается не сложно если вы играете от башни то стоять на месте не стоит нужно хотя бы манцевать наискосок чтобы ваш лючок вдоль горизонта туда-сюда двигался и вы тем самым сопернику хоть как-то мешали выцелить свой лючок поскольку он очень легко пробивается по моим ощущениям это один из самых простых лючков которые очень легко пробить даже без специальных снарядов там 220 миллиметров под прямым улом вообще никаких наклонов один из простейших лючков он очень сильно впитывает урон да может быть он не супер большой но если в него выпадаешь шансов что ты не пробьешь практически нет даже если это с восьмерки ты стреляешь 220 миллиметров не так уж много при том что танчик не маленький уязвимых зон в нем достаточно поэтому каких-то там больших ошибок он прощать не будет до броня все же есть ей можно пользоваться и нужно но броня здесь это скорее дополнение к танку чем что-то основное танкование на этом танке не на первом месте как по мне на 60тп лучше стараться действовать аккуратно чаще как танк поддержки прям на первой линии встречать все снаряды своим лицом не стоит недолго это лицо будет выдерживать эти снаряды поскольку особенно если видно корпус он держать сильно много не будет до башня очень хорошая но лючок показывать не стоит самая основная роль этого танка это его орудие 250 пробития б башкой 750 альфа вот это основная роль танка выдавать свою альфу точность 036 сведения 2 и 8 стабилизация у нас от движения 022 от поворота корпуса тоже 022 от поворота башни 010 поэтому во время стрельбы стараемся особо корпусом не дергаться а вот башней можно покрутить орудие вниз опускается 8 градусов это очень хороший показатель как для такой огромной пушки 152 калибр это огромная пушка и вот это вот основная роль танка также тут есть специальный снаряд с пробитием 317 это кумулятив у фугасика пробитие 90 не самая маленькая но прям все пробивать ими не сможешь поэтому сильно много их возить с собой не стоит но несколько штучек взять можно максимальная скорость у танка 35 вперед 14 назад удельная мощность 13 с хвостиком не самая плохая подвижность особенно если поставить турбину теперь про полевую модернизацию я выбрал сохранение набранной скорости улучшения точности увеличение обзора улучшение максимальной скорости а также улучшение стабилизации оборудование досылатель стабилизатор и экспериментальная турбина также за инструкции поставил еще стабилизацию ну и конечно же доппоек экипаж у меня был не сильно прокачанный почти 5 перков боевое братство ремонт 2 перка на стабилизацию 2 перка на обзор пожаротушение также еще виртуоз ну и большому счету все теперь по тактике как на нем играть прям впереди всех на первой линии рубиться с врагами не получится перезарядка у нас очень долгое мы играем от альфы причем от очень жесткой альфы и после каждого выстрела нам нужно время на передышку причем большое перезарядка у нас 19 с половиной секунд с моей полевой модернизации с моим оборудованием и до пайком перезарядка получается 15 с хвостиком что в принципе немало а броня у нас сильно много ошибок прощать не хочет поэтому сверх агрессивная какая-то игра нам недоступна желательно под рукой иметь союзников на фланге и ездить на направлении к тяжелым танкам поскольку они более медлительные будут позволять играть какие-то позиционки тактические бои и так далее поскольку после выстрела нас могут просто снести на дпм особенно если мы будем в меньшинстве поскольку дпм у нас особо никакого-то и нет играть с кимпы только по ситуации как вы видите бой на фоне прохоровка я весь бой с хорошей позиции накидываю издалека ну поскольку тут особо как-то по-другому не сыграешь с этого респа очень хорошая позиция которая простреливает всю карту и аллею и центр и даже на горку можно пострелять но обычно на 60 тп сдалека лучше тоже не стрелять поскольку сведение 3 секунды точность 0.38 это на пустом танке да это все разгоняется и улучшается но снайпером на этом танке быть тяжело прямо уязвимой зоны сдалека не повыцелюешь так просто в силуэт попал это уже праздник главное чтоб соперники были не бронированы только тогда с кимпы ты чё-то там настреляешь я поставил турбину а также улучшил скорость в полевой модернизации некоторые перки там на скорость поставил и танчик как-то заиграл больше как такой вот танк поддержки который из-под тяжка выдает альфу нужно хорошо по тактике следить за боем чтобы видеть кто где перезарядился кто где находится чтобы безопасно выдавать альфу и вас никто не мог за это наказать иногда мы размениваемся своим хп поскольку размен нам почти всегда выгоден практически ни у кого нету альфы больше чем у нас если есть возможность с кем-то разменяться то практически всегда это нам в плюс самое главное чтоб мы разменивались раз на раз они выезжали выдавали альфу и получали в ответ от нескольких танков такое нам выгодно точно не будет поскольку у нас танчик еще и неплохо так ритуется если 60 тп пробивать под башню в борт он иногда взрывается там у него где-то под башней боеукладка время от времени это огромная башня улетает зрелище конечно интересное также сзади у нас двигатель есть его точно поставлять не стоит поэтому это больше такой тактический выверенный геймплей для людей которые видят карту понимают что где находится где танки есть кто из них перезарядился и кого где можно наказать если вы все это понимаете то 60 тп будет для вас не сложный также нужно понимать что пушка не снайперская в стрельбу нужно потеть и стараться и при этом при всем она все равно будет не стопроцентной самое главное что после выстрела вы не сливались с такими параметрами сведения точности стабилизации прям в каждом выстреле уверенным невозможно быть при том что в игре еще есть вбр и все остальное в общем и целом набивать 4 500 на этом танчики не так уж и сложно иногда идем в размен отдавая свое хп если нам это выгодно поскольку у нас огромная альфа и нам это почти всегда выгодно у танка очень хорошая броня но есть уязвимые зоны если их стараться прятать то в принципе можно еще и неплохо потанчить ну а за счет турбины и улучшенной скорости в полевой модернизации можно более-менее успевать по бою подлавливать соперников которые где-то ошиблись в принципе геймплей не сложный если это все понимать раньше мне этот танчик меньше заходил возможно экспериментальная турбина дала той маневренности динамики которой мне не хватало ведь в обычной турбине нету скорости поворота башни корпуса а в экспериментальной есть 60 тп ливандовского уже 6 лет в 2018 году в патче 1.1 его добавили и он по-прежнему актуален он конечно не является какой-то сверх эмбой на первых местах в той самой опасной зоне танков которые могут понерфить но и при этом заметно выше среднего хороший танчик который можно прокачать но я бы не сказал бы что на нем прям легко играть стреляешь далека тяжело попасть упарываешься вперед его не так уж сложно пробивать в клинче и на близких дистанциях размениваешься один против нескольких танков все равно это выгодно не будет но с восьми градусами война можно и от башни поиграть можно с союзниками ездить чтобы вас не сносили на дпм ну и чтобы побои не ошибаться нужно следить за мини карты как по мне 60 тп отличный танк на этом у меня все с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока